Какие-то, по-моему, то ли он, то ли кто-то публиковал твои переписки с Нагиевым. Это он. Что тоже было для всех откровением. Во-первых, что вы дружны настолько с Нагиевым. Мы дружили, да. Он меня очень поддержал. Я ему всю жизнь буду благодарна. Потому что иногда мужское слово может тебя как-то так встряхнуть и немножко вернуть в реальность. И я очень благодарна. Буду всю жизнь день благодарна за это. Потому что и мое общение в тот период с ним, такая связь по перепискам, она мне дала какую-то женскую уверенность в себе. И я поэтому через себя, через это интервью, хочу ему еще раз сказать спасибо. Для меня Дмитрий Нагиев – это один из, наверное, сексуальных, харизматичных, талантливых актеров и ведущих нашей страны. Я вот с тобой абсолютно согласна. Тогда для многих стало откровением, что какой-то тяжелый период тебя поддерживает. Ну, все-таки такой один из самых серьезных, медийных, да, людей. Причем его поддержка к тебе такая, судя по тем слитым, да, перепискам, очень искренне, очень серьезная. Даже кто-то в этом заподозрил какие-то там шуры-муры, что у вас какое-то не совсем дружеское отобщение. Что было очень неприятно, потому что у Дмитрия же своя тоже жизнь и личная жизнь. То, что сделал бывший муж, это не только жестоко, это стрёмно, это дно. Одно дело, ты хочешь сделать мне больно, а другое дело, когда из-за чего-то слитого страдают еще другие люди. Я не могу и не умею, не понимаю людей, которые причиняют боль другим. Прошло столько времени, я по-прежнему продолжаю его оправдывать. Только что тебе сказал, ну, тяжело, наверное, сказать. Я тебя больше не люблю. Да что тут тяжелого? А не тяжело на стороне гулять? А не тяжело приходить со мной спать, а потом с другом? Мне кажется, ты еще тяжелее. На самом деле, просто я всегда ищу оправдания. Я могу написать книгу, как оправдать любого человека, мужчину в том числе. Я давно на эту тему шучу, потому что я действительно... Мне просто это не понять, я не понимаю, как так устроен мир. Мне это не понять, я не могу это объяснить. И поэтому мне проще найти оправдание, чтобы в твоей голове это объяснить. Из-за чего он мне мстил? Откуда я знаю, что я ему ничего плохого не сделала? Я его любила, но ушел от меня он. Живи счастливо, не публичной жизнью. Как человек объяснял. Если кто не знает, его основная претензия была, что он устал жить под камерами с такой медийной девушкой, как ты. У него же сейчас нет инстаграма, он живет тихо, спокойно. Ну, какой молодец.